Ну, еще раз всем добрый вечер. 5.05. Сегодня красивая дата. Май. Четверг 20.00. Традиционный вебинар для белорусов. Ну и сегодня в традиционной схеме поработаем сначала презентация. И в конце у нас новости и обсуждения насущных каких-то вопросов, тем и так далее. Зовут меня Алексей Наумович. По образованию инженер-программист. С 2014 года я слежу и поддерживаю проект Skyway в фонде Skyworld Community. Продвигаем идею безопасного транспорта, безопасного, современного. Ну и, как всегда, традиционно начнем с проблем в современном транспорте. Ну и я думаю, что ни для кого не секрет, что проблем уже много накопилось за последние, наверное, даже не годы, а за последние столетия. С тех пор, как был изобретен автомобиль и массово пошел на дороге. Его скопилось так много автомобилей, что уже, в общем-то, критическая точка во многих городах планеты уже, в общем-то, достигнута. И даже вот, хотя, несмотря на то, что, может быть, в Минске у нас сейчас немножко стало полегче с трафиком, ну, просто сам езжу, наблюдаю. Может быть, в связи с какими-то ковидными там у нас переходами, кто-то перешел на удаленку и так далее, кто-то уехал и так далее. Но, тем не менее, есть очень много мест на планете, где проблема с пробками очень-очень актуальна. Ну и помимо пробок на дорогах, естественно, есть пробки на грузовых дорогах. То есть контейнерные перевозки никто не отменял. Вот контейнеры движутся сейчас в большинстве своем морским путем. Но вот эти как раз-таки точки разгрузки с воды на сушу являются таким камнем претеновения. Вот мы видим один из портов европейских, где просто огромное количество контейнеров, которые необходимо будет разгружать. Вот. И проблема эта, в принципе, много и в Африке, и в Европе, и в Китае и так далее. Вот. Где-то кто-то у нас борется со снегом, такие страны северные, как мы, как Беларусь, Россия, Канада. А кто-то борется с песками, такие как Эмираты и так далее. То есть любая дорога, кто-то с паводками. Кстати, у нас сейчас в Беларуси паводки. Вот кто слышал в новостях, там уровень СОЖа у нас поднялся на 3 метра. Вот. И люди прямо на лодках плавают по деревне. Вот. Прям почти как Венеция. Вот. Ну, а если бы были эти дороги немножко выше над уровнем земли, то, в общем-то, никакие паводки не были бы страшны. Поэтому это тоже является одной из таких проблем. Вот. Ну, естественно, выхлопы, выбросы нефтепродуктов в атмосферу. Вот и так далее, и так далее. Все это является побочным эффектом современной транспортной системы. Ну, помимо того, что транспортные системы изжили себя тоже в эксплуатации, но также является одной из проблем – это трудоемкость в строительстве дорог. То есть, чтобы построить, казалось бы, обычную асфальтную дорогу, то есть, необходимо провести целый комплекс мероприятий, таких как, допустим, вырубить лес, вот, сделать какую-то подушку целую из насыпь, песок, щебень, там, то есть, это целая подушка, которая, асфальт, вот, все это долго, все это дорого, вот, и так далее, и так далее. Вот, и, естественно, это все накладывает в свой отпечаток. Ну, также то же самое касается и надземных решений, которые существуют. Вот они, первые, как бы, шаги в этом направлении сделаны, правильные шаги надземного перемещения, вот, но они пока все еще являются такими фундаментальными, можно так сказать, тяжелыми, массивными конструкциями, которые, ну, также дорого стоят, вот, долго строятся, вот, и медленно перемещают. Вот, поэтому все это, ну, помимо, также, да, естественно, есть канатные дороги, вот, ну, у них тоже ряд своих ограничений, то есть, в том числе по протяженности пути, по скорости, то есть, ну, то есть, тоже является, есть ряд недостатков, вот. Ну, и, так сказать, подводя итоги, вот, я сравниваю все существующие виды транспорта, вот, мы переходим плавно к тому решению, которое уже есть на сегодняшний день. Это новый, совершенно новый вид транспорта, он надземный, то есть, он лишен всех проблем, которые существуют на земле, так скажем. Он электрический, то есть, он не выделяет, нет, нет выхлопа, нет каких-то выбросов от него, то есть, он автономный, нет необходимости иметь водителя, то есть, он безопасный, то есть, со всеми, то есть, все вышеперечисленные проблемы, которые были указаны, они все здесь исключены, потому он называется идеальный вид транспорта, вот, который соответствует всем, так сказать, потребностям 21 века. Вот, ну, и изюминкой данного транспорта, то есть, почему он такой уникальный, вот, является струнный принцип. Струнный принцип, он, казалось бы, рельс, вот, то есть, ну, снаружи он кажется, как обычный рельс, вот, но внутри есть струна, вот, которая позволяет делать рельс очень длинным, очень прочным, вот, где необходимо, он может быть жестким, где необходимо, он может быть гибким, вот, и вот пример трассы, которая находится в Беларуси, 400 метров пролет, вот, просто мы видим, как паутинка на фоне неба, красивая такая, ажурная, легкая и совершенно, ну, вот, изящная, ну, тут можно эпитетов много сюда приводить, красивая конструкция, которая легко строится, легко передвигает, вот, мы уже все ездили, то есть, и, причем, не один раз мы уже тестировали трассу, вот, ну, а сам струнный принцип был уже, в принципе, известен давно, вот, еще применялся в вантовых мостах и просто был грамотно применен в новом, в новом, так сказать, исполнении. Вот, ну, естественно, тут объясняется, наверное, многое не надо, что если дорога находится над землей, вот, то она идеально ровная, нет необходимости закапывать какие-то ямы, озера, там, реки, нет необходимости срезать скалы, то есть, мы просто поднимаемся над всеми этими, так сказать, проблемами, да, и делаем идеально ровный путь, по которому можно перемещаться очень-очень быстро, ну, вплоть, там, до 500-500 км в час, вот, такие дороги позволяют. Вот, ну, и здесь вот мы видим на картинке три вида путевой структуры, то есть, посерединке видим жесткая, фирменная, по ней можно ехать и сверху, и снизу, видим просто полужесткая выше и гибкая системы, вот, которые могут применяться, каждая для своих задач, то есть, где-то в городе, где-то между городом, где-то за городом, то есть, в принципе, спектр применения очень широкий. Ну, и вот это тоже реальная картинка, не фотошоп, вот, мы видим как раз-таки эту полужесткую и гибкую трассу, по которой перемещается подвижной состав. Вот это картиночка уже жесткой трассы, фирменной, то есть, по которой сверху мы видим высокоскоростной юни-лед со скоростью, который позволит ездить до скорости до 500 км в час, а снизу мы видим городской вид транспорта, который скорость у него до 150 км в час, вот, и вот на этой станции осуществляется переход со скоростной на городской транспорт. Вот, то есть, это вот как бы образец станции, которая является в том числе и анкерной опорой, ну, и в данном случае она находится в Марьиногорке, там еще является у нас музей, музей инвесторов данной технологии. Еще одна, да, картиночка из Экотехнопарка, это такой закат в Марьиногорке, очень красивая фотография, ну, и вот мы видим тоже здесь легкая трасса и жесткая, которые идут вдаль. Вот автором данной технологии является Анатолий Дардович Юницкий, вот, который занимался транспортом всю свою жизнь, начиная со школьной скамьи, со студенческой скамьи, участвовал во всевозможных конференциях, выставках, огромное количество испытаний, огромное количество тестов, книг, все это проделано, огромный-огромный путь. Вот недавно у него был день рождения, у Анатолия Дардовича, ну, и вот тут кое-какие цитаты мы разбирали, вот, ну, и одна из них, можно еще раз повториться, это системный подход, что немаловажно при построении таких компаний, вот, ну, и, так сказать, поиск решений в природе, то есть, как он говорит, что не надо ничего выдумывать, можно найти множество аналогий, вот, в технике, то есть найти их в природе и применить их в технике, то есть такой очень интересный подход. Вот, ну, и на протяжении 40 лет было написано огромное количество книг, монографий, в том числе, вот, мы видим, одна из книг, это струнная транспортная система на Земле и в космосе, то есть он занимался дорогами, проектирует уже у себя в голове, ну, то есть смотрит настолько далеко, то есть настолько вперед, что мы вроде бы вот только начали строить наземные транспортные системы, а он уже смотрит еще дальше, то есть он уже смотрит космос, как построить транспортные системы, в том числе и в космосе, как доставлять с Земли грузы на орбиту, то есть как построить такую транспортную систему, которая была намного эффективнее, чем ракета, как построить такую транспортную систему, чтобы можно было добывать полезные скопаемые в космосе и привозить сюда их на Землю. То есть это огромный-огромный труд, который сейчас делается, и как параллельное... Ну, и вот мы видим опять же на картиночке струнные дороги, которые находятся над Землей, перемещение между башенками, ну и чуть-чуть позже там еще посмотрим картинки. Но это тоже одна из офиса ЗАО «Струнная технология», вот тоже книжечка «Инженер», в которой, в принципе, описывается весь путь инженера от первых эскизов и до уже современной реализации транспортных систем. Ну, пару слов про коэффициент аэродинамического сопротивления. Ну, сами по себе транспортные средства так сконструированы, что коэффициент сопротивления воздуха, он фактически, вот мы видите, почти в 10 раз лучше, чем в обычном автомобиле. То есть, ну, во-первых, за счет того, что транспортное средство поднято над землей, то есть воздух обтекает равномерно. Ну, а во-вторых, из-за вот такой идеально ровной конструкции, которая, наверное, напоминает пулю, да, или какую-то стрелу, летающую тарелку, не знаю, то есть, которая идеально рассекает воздух и, ну, коэффициент сопротивления здесь минимальный. Вот что позволяет данным транспортным средствам разгоняться очень, на очень приличной скорости. То есть, входит до 500 км в час, ну, и в разряженном, в разряженной среде до 1200. Есть, ну, тоже тут слайдик, который показывает, в принципе, потребление топлива на человека. Ну, мы видим, что при скорости в 500 км в час у нас расход около 1 кг топлива на пассажира. То есть, это очень маленький расход. То есть, ну, можно как бы посчитать. Вот сейчас не будем же вдаваться в цифры, но это значительно-значительно меньше, чем, ну, аналогичные транспортные средства. Взять тот же, там, не знаю, поезд, там, не знаю, и так далее. Вот, ну, и вот мы видим еще одну картиночку. Это мотор-колесо и противосходная система. Раньше у нас спрашивали, не упадет ли ваше транспортное средство с ваших путей. Вот, ну, тоже отвечали, что не упадет. Вот сейчас, как бы, доказывать уже, как бы, нечего, потому что уже транспортное средство ездит. И, ну, вот, как бы для информации мы видим, что здесь вот есть такие сбоку поддерживающие специальные системы, вот, которые жестко держат транспортное средство, и оно никуда не тянется. Нас постоянно, да, кстати говоря, вот тоже в слайд с прошлой презентации, постоянно проводятся какие-то испытания, добавляются всевозможные ноу-хау. Ну, и вот тоже вот, что касается тормозной системы, вот была у нас новость, компания-разработчик провела успешные испытания вихретокового замедлителя. Вот, ну, то есть помимо классической тормозной системы, которая есть сейчас, также еще упрямляются и такие вот инновационные вихретоковые замедлители. Вот, на случай, если транспортное средство будет слишком быстро заезжать на станцию для пересадки, то вот специальными вихретоковыми замедлителями будет все это дополнительно снижаться. Ну, тоже, кто смотрел у нас ролики, там прям интересно, как, казалось бы, тяжелый предмет падает вниз, вот, и потом очень плавно возле земли, возле земли, возле пола он начинает замедляться, и так вот аккуратненько, тык, останавливается. То есть, ну, очень такая интересная тоже разработка. Вот, ну, и подводя итоги всего вышеперечисленного, можно, так сказать, подвести, ну, небольшой итог и обосновать еще раз, почему данная транспортная система является идеальной. Вот, по капитальным затратам, то есть, затраты по стоимости строительства дорог Skyway являются минимальными, ну, понятно, почему, потому что это ажурная легкая конструкция, то есть, материалоемкость очень низкая, поэтому капитальные затраты минимальные, эксплуатационные расходы тоже минимальные, нет необходимости чистить от снега, от песка, то есть, нет необходимости, там, латать дыры, как в асфате, там, каждый год, то есть, это тоже эксплуатационные, минимальные. Расход энергии минимальный, потому что кабинки маленькие, сопротивление воздуха минимальное, расход энергии тоже минимальный. Прусская способность при этом, при всем, максимальная, то есть, она больше, чем в метро, вот, за счет того, что, ну, во-первых, универсальность, вот, то есть, можно кабинки делать двухместные, можно делать, там, 30-местные, их можно пускать каждые 2 минуты, а можно пускать каждые 2 секунды, вот, и за счет этого пропускная способность, она может увеличиваться просто, ну, многократно, вот, ну, и, соответственно, может превышать показатели метро. Загрязнение окружающей среды находится на минимальном уровне, ну, то это электрокар, по сути дела, на остальных колесах, то есть, загрязнение окружающей среды минимальное. Транспортная аварийность тоже минимальная, ну, за счет чего? Только тот фактор, хотя бы тот, что подняли над землей, уже позволяет избежать столкновения с животными, с людьми, с другими транспортными средствами, то есть, у нас поднимается транспортная аварийность, ну, просто, ну, на высочайший, точнее, ну, безопасность в транспортной аварийности поднимается на высочайший уровень, вот, то есть, и транспортная аварийность минимальная. Вот, ну, то есть, это еще раз такое подтверждение того, что системы, струнные системы, они являются на сегодняшний день идеальным решением в транспорте. Вот, ну, и опять же, резюмируя, то есть, есть и двухместные, есть шестиместные, есть четырнадцатиместные, тридцати двух, шести, разные совершенно конфигурации для разных условий, для разных, там, видов перемещений. Вот, также есть немаловажные грузоперевозки, то есть, если, допустим, начинался, в начале, когда мы в 2014 году стартовали с бизнес-планом, то, вот, допустим, контейнерной перевозки не было. Вот, и контейнерная перевозка, она появилась только уже в процессе, когда, в процессе переговоров с потенциальными заказчиками, вот, которые, как раз таки спрашивают, что вот у нас есть проблема, вот, перевоз контейнеров, и можете ли вы такое решение предоставить. Ну, и вот, Юницкий, как инженер, вот, он нашел такое решение, вот, и вот, в ближайшее время тоже уже легкие контейнеры уже демонстрировались в Арабских Эмиратах, вот, но сейчас ждем на очереди большие контейнеры, вот эти классические, которые тоже мы посмотрим. Вот, огромное количество, опять же, повторюсь, сертификатов, патентов, ISO, патенты всевозможные, азиатские, европейские, награды, то есть, ну, за 40 лет, как бы, я думаю, понятно, что тут пройден путь большой, вот, и от выставок, ну, накоплено, кто бывал в ЗАО струнной технологии непосредственно, ну, или в музее, например, то там все это можно посмотреть, висит на стенах красиво, то есть, вот. Ну, тоже вот одна из последних статей, вот, транспорт, транзит, Беларусь, вот, где публикация, как раз-таки, про ЗАО струнной технологии, и мы видим, что здесь, вот, как раз в статье описывается, стоит такой вот значок красненький на территории Беларуси, видим, да, ну, и здесь вот мы, показано, то есть, фото из Марины Горки, вот, фото из Арабских Эмиратов, вот, ну, и расписывается полностью, в чем преимущество, то, в принципе, о чем мы сейчас и разговаривали, говорили, все преимущества транспорта, струнного транспорта. Это одно из зданий в Минске, одно из первых зданий, так сказать, ПП, пока компания росла, вот, она помещалась в такое здание, вот, сейчас компания уже больше 600 человек, она уже не помещается в том здании, поэтому переехали в новое здание, вот, в частности, данная находится на железнодорожной 33, то есть улица тоже имеет интересное название, ну, именно железнодорожная, вот, соответствует, так сказать, тематике направления деятельности компании, то есть дороги, вот, ну, у нас, правда, не железная, а струнная, вот, но, тем не менее, созвучная, вот, поэтому, кому тоже интересно, может посмотреть, сейчас уже-то благотип новый висит, вот, да, на здании находятся в собственности, вот, в общем, в нем-то и размещается более 600 человек на сегодняшний день, ну, а состав, естественно, там и дизайнеры, и архитекторы, и бухгалтерия, то есть, ну, и юридический отдел, то есть там все находится, весь состав. Ну, в общем, тут, наверное, можно так сказать, что здесь находятся мозги, инженерные наши, мозговой центр, здесь находятся у нас руки, которые как раз-таки собирают транспортные средства, которые были там спроектированы, вот, ну, и вот здесь, на площадке Марьиной Горки, все это испытывается с питателями, здесь построено 3, 5 уже действующих трасс, и еще 2 достраиваются в процессе, то есть тоже для испытаний, замеров, приглашения гостей. Ну, и вот та самая, кстати говоря, картиночка тоже, это из Марьиной Горки, которая была в той статье, вот мы видим такой струнно, струнно-транспортный, что ли, пейзаж, где мы видим, ну, или как город, город будущего, вот, которым транспортные средства перемещаются на каких-то параллельных дорогах, вот, каждый едет куда-то там по своим делам, вся линейка здесь представлена, то есть очень такой интересный кадр, вот, ну, и, в общем-то, такой, как бы, взгляд немножко в будущее, как это может быть в дальнейшем представлено, вот, ну, и когда было показано в Беларуси, проектом заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах, ну, и тоже, соответственно, такой сделали, как бы, вызов, ну, вот, понятно, у вас там в Европе мягкий климат, все у вас тут ездит красиво, а сможете ли вы сделать у нас? Ну, у нас тут температуры зашкаливают, песок, воздух, ну, и так далее, то есть, ну, своеобразный такой климат, вот, ну, на что Анатолий Дарвич Юницкий сказал, что да, без проблем, сделаем, вот, ну, и вот в 2019 году начались работы, и вот сейчас вот так вот выглядят объекты, некоторые объекты, вот, станции, вот, некоторые из нас уже там побывали, вот, посмотрели, как все это работает, как все это находится. В 2021 году было огромное количество прессы туда приезжало, то есть это, мы видим, вот, и Unicar здесь, и легкий контейнер, все это снималось, приезжали из Японии, из Канады, из Франции, из Латинской Америки, то есть приезжали, в общем-то, репортеры из разных стран, вот, ну, и продолжилась вот эта эстафета пресс-конференции, продолжилась выставкой, огромной выставкой, посвященной 50-летию Дубая, это был Экспо 2020, вот, ну, и тоже со всего, со всей планеты приезжали делегации, уже как раз сейчас ковидные ограничения немножко под, успокоились, вот, ну, и, в общем, и из Африки, и из Европы, вот мы видим тут делегации, и из, ну, в общем, разные-разные, это и Нидерланды, и бизнесмены, и студенты, кого-то здесь столько не было, и, в общем, все очень оставляют высокие оценки, всем очень нравится, кто-то фиксирует, приезжали из России в том числе, то есть, допустим, кто-то были какие-то чиновники, которые в Беларусь не могли приехать, ну, может быть, неинтересно, не хотели, вот, а в Эмираты с удовольствием прилетали, вот, оставляли потом у себя в соцсетях положительное, ну, даже вот мэр, мэр города, по-моему, Красноярск, вот, у себя прям в соцсетях оставлял позитивные отзывы про транспорт, Skyway, вот, ну, и тоже вот есть посвященное данной выставке, есть такое небольшое, как бы, резюме в видео, вот, можно посмотреть, как все это происходило, вот, ну, и сейчас уже на сегодняшний день есть у нас две площадки, так сказать, ну, можно назвать их центрами продаж, то есть центры продаж для Европы, центры продаж для Африки и стран Ближнего Востока, вот, ну, и, соответственно, из этих центров продаж уже могут осуществляться какие-то реализации адресных проектов, ну, так вот может, допустим, выглядеть станция в городе, вот, то есть это как внедряться струнные транспортные системы в городских условиях, так это может выглядеть за городом, то есть, когда мы видим трассу, вот, через каждые 3 километра специальная анкерная опора, вот, вокруг этих анкерных опор, ну, это анкерная опора, допустим, мы видели в Мариной Горке, оно было трехэтажное здание, которое просто станция, но в данном случае мы видим, что станция это не трехэтажное здание, а, ну, можно сказать, небоскреб, то есть, ну, или там, допустим, десятиэтажное здание, вот, ну, и здесь в этом десятиэтажном здании находится ну в общем вся инфраструктура которая необходима для данных для людей которые проживают данной местности ну и вот то есть он может быть кинотеатр там может быть магазин там может быть школа детский сад то есть там может быть любой социальная больница там поликлиника и так далее и в общем то люди которые проживают у себя в частном секторе могут приходить данную башню получать какие-то свои социальные блага вот если не ходить необходимо куда-то поехать они просто поднимаются на лифте там на второй либо на третий этаж вот выбирают необходимый маршрут вот мы отправляются со скоростью до 500 километров в час туда куда им пожелается вот ну и соответственно скорости такие высокие скорости позволят жить но на при на расстоянии там до 500 километров комфортно допустим от города какого-то то есть мы понимаем что если мы за час приезжаем в город то мы можем легко жить допустим где-то на на припяти там приезжать минск на работу если это необходимо вот и жить чувствуется комфортно ну здесь мы видим тоже пример линейного города который находится вот на берегу какого-то океана или моря вот мы видим что так как струнной дороги находится над землей то мы можем осваивать не только сушу вот но мы можем осваивать вот прибрежные части вот такими вот красивыми башнями то есть для таких стран например как япония это я думаю это было бы ну какое-то шикарное открытие то есть страны которые мало ну мало земли вот и которые осваивают постепенно водную водную гладь вот ну и тоже мы рассматривали как-то на предыдущих вебинарах как что из себя представляет линейный город вот есть уже концепты еще более проработанные есть уже концепт горизонтальных небоскребов то есть что можно жить не просто вот таких участках а можно жить вот таких вот организованных длинных горизонтальных гребах вот то есть в общем полет фантазии большой вот инженеры продумывают все до мелочей вот ну и представляются и концепты ну для обозрения для как проработка на будущее вот ну и тоже как как линейный город способствует развитию стран тоже мы это рассматривали вот ну и если кратко то проблема перенаселения она существует то есть как люди как большие города как муравейники то есть когда много людей скапливается в одном месте это становится не очень комфортно вот ну и линейные города позволяют принципе эти муравейники так вот растянуть в линии вот людей распределить чтобы каждому доставалось какой-то клочок земли и свой например и мы больше пространства пространство для творчества вот ну и так далее но и в общем-то данная концепция линейных городов она поддерживается том числе и организации объединенных наций вот она кстати говоря поддерживает достаточно тесный контакт с разработчиком с анатолида эдуардов юницким то есть уже было несколько грантов выделено вот на на развитие данного направления поэтому линейные города тоже это такое будущее вот которое которому постепенно человечество придет вот ну и внедряя данную технологию она конечно же придет то есть может а тут уже сама специфика технологии позволяет все это делать очень легко ну и выстраивая дороги из одной точки в другую точку потом это можно соединить в одну сеть ну и получить вот такой вот сеть транспортных транспортную сеть которую можно назвать транснет у нас есть сейчас сеть интернет то есть сеть передачи данных ну а можно получить вот такую транспортную сеть транснет которая будет перевозить людей грузы вот ну и так далее ну и переходя к делам текущим от будущего то есть сейчас мы находимся в преддверии пятнадцатого этапа на данном пятнадцатом этапе нам остается достроить 20 километров высоко скоростной трассы где она будет располагаться пока неизвестно то есть возможно она будет беларуси возможно она будет в дубае возможно будет где-то еще в шарже возможно где-то будет еще но сейчас находится проработки и достроить трассу для контейнерных перевозок то о чем мы тоже говорили вначале вот то есть объем необходимых инвестиций 100 150 200 миллионов долларов и сейчас тоже помимо краудинвестинга также ведется работа с крупными фондами вот которые также могут поучаствовать в разработке финансирование до финансирования до 15 этапа есть что касается краудинвестинга есть специальные кабинеты для инвесторов студент пенсионер рабочий компортной то есть в принципе любой категории граждан можно выбрать комфортный для для его условий пакет вот ну и поддержать технологию то есть есть у нас инженеры которые работают в поте лица над технологией есть люди которые финансируют данную технологию ну и в общем то вот как птицы два крыла точно также здесь вот идет с одной стороны инженерная разработка другой стороны идет продвижение проекта через путем краудинвестинга то есть люди узнают о проекте им проект отзывается им проект нравится вот и они поддерживают своими финансовыми ресурсами вот ну и почему почему людям это нравится но люди понимают перспективность данного направления что чем как то есть как бы когда есть глобальная проблема и какой-то проект готов ее решить вот естественно данный проект он имеет очень хороший потенциал для роста вот поэтому здесь как потенциально выгодное вложение финансов как потенциально хорошие дивиденды вот как передача по наследству этих долей детям и внукам то есть это как полноценный такой актив вот который может приносить в случае его естественно успешной реализации может приносить дивиденды год-два-пять-десять-двадцать то есть ну все время существования компании то есть до тех пор пока транспортные средства будут ездить приносить какую-то прибыль будут перевозить пассажиров вот все это время естественно в случае реализации все это может возвращать человеку его потраченные силы и средства и так далее ну и допустим как как ближайший например то есть когда строили по моему там насколько помню панамский канал вот привлекались это счет полтора столетия назад привлекались инвесторы американские вот и те кто поучаствовал строительстве этого канала вот плотом до сих пор внуки и правнуки получают какие-то отчисления с работы из передвижения кораблей по данному каналу поэтому здесь примерно такая же возможно картинка вот ну и поэтому да кому проводится у нас такие плитации кому это откликается вот обращайтесь к тем людям кто вас сюда просветил пригласил вот и в общем-то поддерживать разбирайтесь вникайте вот и будьте причастны к проекту вот ну и переходя к последним новостям новостей у нас на этой неделе было не у не очень много вот но тем не менее они такие приятные вот ну была очередная одна из стать была очередная статья то есть мы периодически эти статьи рассматриваем вот британском сми rail technology вышла партнерская публикация в низкий среди технологий с инкорпорейтед вот и было как раз рассмотрена сфера грузоперевозок вот но и там авторы статьи разобрали основные преимущества грузового струнного транспорта которым отнесли материала емкость долговечность вот о чем мы принципе говорили что рельс со струнной стакада не требует регулярного обслуживания ее срок эксплуатации может достигать до 100 лет вот как бы это странно не звучало вот современном мире устойчивость струнной трассы к различным погодным условиям которая дает возможность перевозить грузы в регионах со сложным климатом ну опять же вот допустим взять северные регионы то есть где просто невозможно построить другие дороги то есть там летом все топнет болотах зимой там вечная мерзлота то есть и ну просто джунгли взять то есть то есть в джунглях там не проложить потому что тоже это все вязнет это болото там где-нибудь в амазонке поэтому устойчивость погодным условиям доступность и скорость доставки грузов так автоматизированная система управления минимальная землеотвод тоже кстати немаловажная вещь вот ну в общем были рассмотрены все вот эти преимущества то есть одна из очередных статей ну и в общем то мы про нее немножко поговорили также студент университета шарджи представил выпускной проект по струнным технологиям разработчики струнных технологий постоянно ищут перспективные кадры среди талантливых студентов вот ну и вот пригласили одного из сотрудников олега хилько пригласили его вот в комиссию по ци то есть я сразу подумал когда статья вышла что вот этот парень он есть защитный тот человек который защитил вот но это олег хилько вот он инспектировал он был как как в комиссии сидел вот ну и студент мохаммед амир амир дуами амиру амир уткин он как раз таки сделал диплом вот на эту тематику вот ну и частности рассматривал анкерную опору она же пересадочная станция вот мы и делаю сделал такой дизайн данный дизайн должен был показать ну кто-то есть разделить как-то все на зоны то есть где-то зона ожидания зона посадки в транспортное средство зона и перри перехода там между в общем все 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 спланировал и достоился очень больших похвал ну и в частности вот эта дама она насколько я понял декан профессор тоже у выразила нашей компании огромную благодарность то что дали возможность студентам проявить себя в таком вот формате вот ну и в общем тоже как бы надеяться на дальнейшее сотрудничество но и что может быть это будет не не первый студент а так далее ну и как бы немножко на на похвастаться если то когда я заканчивал ну лично я уже там мой опыт в 2018 году заканчивал институт бизнеса по теме финансы вот я тоже сдавал диплом так что я тоже есть диплом защищенный по технологиям струн по струнным технологиям вот где рассматривал дорогу из минска в наш аэропорт минск вот ну тоже также эту работу я отсылал антар драчу на рассмотрение вот так что у меня тоже есть такой вот опыт защиты дипломов магистерских по тематике струнных технологий так ну и эта станция вот ну и до переходя еще там по пару каким-то таких технических моментов как подключить в фактор аутентификацию прошлый раз уже говорили немножко что необходимо и подключить но возникло огромное количество вопросов ну кто-то не умеет кто-то не хочет вот ну и пока временно было принято решение обязательного аутентификацию пока отложить то есть кто хочет себя обезопасить какую-то финансовую сторону это вам возможно включить но на вход в кабинет пока в принципе без изменений то есть подключать не обязательно по крайней мере пока так ну и переходя тоже к делам партнерским что касаемо продвижения прошлый раз мы говорили про наталью иванова которая проводила мастер-класс какой тесь нелюбимой работы начать жизнь жизнью жить новой жизни жизни мечты вот ну и сегодня был еще один мастер-класс это вот от анны дорож который является партнером наталья ивановой вот которые ездили зимой дубай проходили специальное обучение тоже сегодня было был тренинг вот она дорож у нас сейчас сертифицированный тренер мастер в партнерской программе и заместитель координатора по развитию испаноязычных стран и работе в латинской америке вот ну и в общем то я думаю что запись будет вот и посмотрим вот как она сражается там с возможными возражениями вот как цепляет какие ну то есть в общем все все что касается продаж тоже можно посмотреть поделиться опытом точнее поделить она делится своим опытом а мы в общем то его принимаем так ну на этом принципе все что касается новостей вот если какие то вопросы есть пишите вот олег выходи на связь тебе как всегда есть что сказать вот ну и привет лишь до 7 всех приветствую да все тихо спокойно все движемся делаем каждый день дела вот мы сегодня с тобой видели с лишь воочию тоже проговорили вот и я просто тоже вот и назвал в конце уже и наталью и аню вот еще у нас есть воля и вот эти вот мои родственники и самое главное что они очень активные там скажем так продвигатели до этого проекта это очень большую работу не проделывают я думаю что скажем так скором не скором но я думаю даже в ближайшем но там недалеком будущем мы увидим результаты вот это же их труда вот я думаю что это тоже будет очень интересной новости вот по крайней мере пока работе работа ведется вот поэтому я и говорю что сейчас уже до стадии когда идет продвижение но момент тишины он присутствует потому что это желание прежде всего наталья дардача и низкого вот а второе что действительно как говорится конкурент не дремлет да и поэтому все это идет хочешь размешать бога расскажи ему свои планы поэтому да вот какие-то планов очень много но они все скажем так каждый кто знает какую-то информацию он старается ее тоже держать закрытой но могу сказать что действительно работа ведется очень много так что хочется вот тоже чтобы уже у нас был проект который уже мы скажем вот всем недоброжелателям что вот смотрите едет в такой-то стране или в такой-то стране но я даже не удивлюсь если это будет несколько стран как молчали-молчали потом стали писать и одна газета и другая там и телевидение и арабская и американская и европейская да вот и все и вот эти все тролли они в общем-то сбежали на другие стали тролли там другие проекты там или там что-то другое вот ну в прошлый раз я приводил пример как илон маск открыл свой до гиперлуп в кавычках вот то есть просто ушел скажем так в другую область информационную twitter купил а скажем так сколько было пиара по поводу вот этого его его проекты якобы скоростного транспорта все сколько было негатива наверно в твиттере по поводу его она решил купить его чтобы убрать весь негатив оттуда ну она он наоборот сказал что он хочет разрешить всем до что это как базар большой да вот что люди должны говорить все 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 но я тоже выставил твит вот что американская компания подписала подписала этот самый договор с компанией usd вот поэтому в этом плане но тоже вот разместил на площадке поэтому но хотел написать что одним конкурентов стало меньше потом думала пока пока думаю надо чтобы у нас был реальный проект чтобы тогда вот ну то есть который уже он я не есть но чтобы мы все все знали об этом да вот тогда вот уже конечно будем размещать его маска что пожалуйста размещайте любую информацию плюсы минусы за против по всему миру да я думаю могут тоже интересно почитать что какой-то поезд поехал со скоростью 500 километров потом поехал за скоростью тысячу километров потом может быть еще больше будет скорость поэтому что надо не рыть под землю над землю все это делать потому что не были проекты там подземных есть это тоннелей же в лос-анджелесе вот это тоже помню этот и рассматривал да 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 сан-франциско это был этот город но это в лас-ве в лас-вегасе уже там нарыл да 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 в тоннеле да в общем то да американцы пусть там герои земли а мы тут будем красиво очень красиво очень впечатли впечатляет и сейчас новые как говорится вот все технологии которые вот уже доведены до доводится до такого скажем так абса абсолютного совершенства это вот и подвески меняются и двери там и и все и движение света но это ни с чем не сравнить ни с другим никаким другим транспортом конечно я на магнитной подушке я не ездил ну вот но я думаю что у нас это завораживающе когда ты все равно летишь вот над землей это это другое совершенно ощущение нежели просто ехать или напишет я думаю москву и доволен замыслами низко я тоже думаю что он будет доволен такие люди они уже ну даже я думаю что порадуется да порадуется по-доброму ну то хочется верить потому что в принципе в принципе мы все равно как вот есть выражение мы гости на этой земле до на планете земля да вот но мы гости действительно почему если как говорится вот очень много же ненависти зависти вот если бы каждое дело свое дело просто вода мне кажется было больше результата а очень много энергии тратится именно вот на негативные эмоции которые в общем то и приводит потом к войнам каким-то вот разрушением и так далее конечно и это вот она цепляет поэтому самый главный путь это путь вот мирного воина да то есть ты соблюдаешь вот внутренний баланс вот и вот это вот внутреннее свое ощущение ты его расширяешь просто до до тех моментов когда в твоем в твоей ауре и другому человеку даже если он что-то хочет сделать плохое или подумать он этого не может делать ему становится стыдно поэтому я и говорю что лучше всего когда ты своим внутренним миром в общем-то приводишь к миру даже если кто-то не хочет да но это заставляешь его меняться в лучшую сторону трансформироваться вот поэтому лишь хочу сказать что трансформация она видна и именно умный человек он конечно порадуется а я думаю что у маска хватит ума чтобы в общем-то порадоваться поэтому на этой ноте за мирного воина очень интересная книга да и есть еще самая моя одна из самых любимых книг этого же автора называется путь путь сократоса это вот американский тоже автор но я выставлю следующий раз скажу вот путь мирного воина есть и фильм даже стали по нему да вот первая книга это путь сократоса ну почитайте тоже очень книга я раза три или четыре перечитывал участвовал маме своей почитать она никак не может дочитать до конца потому что временами очень тяжелые там моменты жизненные и вот поэтому книга достойно вот вспомни автора что-то так вот вылетел пришло на ум это рассказать про мирный воин да и вот в общем то первая книга есть называется кстати ее нельзя скачать в интернете вот мирный воин можно скачать да вот а вот эту надо именно покупать книгу так что имейте ввиду да вот хорошо хорошо в общем то движемся дальше к нашей цели уже да она есть она реально она существует наша задача это все довести до массового покупателя до массового зрителя чтобы все пользовались легли как здорово вот и многие будут удивлены что даже можно было приобрести доли компании вот и стать в будущем финансово независимым свободным человеком да да благодарю олег благодарю всех наших гостей таисия благодарю на лена всех еще раз с четвергом до 5 05 сейчас новолуние загадывайте желание и до встречи через недельку на следующий наступающими праздниками да вот 9 мая да мы уже с вами встретимся после 9 мая опять-таки желаю всем мира на всей планете вот и чтобы больше было созидательных людей и мира всем желаю да и добра все пока 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 спасибо